Как известно, православная вера подвергается критике, нападкам, а то и по прямому высмеиванию с самых разных сторон. И подобного рода материалов немало в сети интернет. Есть материалы, созданные православными людьми, отвечающими на эту критику, то есть апологетические материалы. К сожалению, качественной православной апологетики в интернете не так много, как хотелось бы, а на ютубе ее и того меньше. Тем ценнее те примеры, которые можно привести. Я хотел бы в этом небольшом видео рассказать о апологетических каналах или каналах, которые имеют апологетический контент, который, на мой взгляд, заслуживает внимания. Прежде всего, если говорить про ислам, со стороны ислама, скажем так, значительно представлена антихристианская полемика, я бы порекомендовал видеоканал «Православие и ислам», который ведет священник Иоанн Васильев, арабист, исламовед. Человек, который прекрасно знает материал и серьезно обосновывает со ссылками на мусульманские источники каждое свое утверждение. Ссылка на его канал, так же, как и на другие каналы, о которых я буду говорить, будет в описании. Там же я размещу и ссылку на сообщество ВКонтакте, которое связано с видеоканалом «Православие и ислам». Если говорить о протестантизме, а протестанты также очень активны в полемике с православием, то я могу указать здесь два канала. Во-первых, это канал миссионерского центра «Атриум» и канал «Миссион Лайф» миссионеров из ТВ. И на том и на другом канале не только материалы, посвященные протестантизму, там есть и другие материалы, тоже весьма интересные, не только апологетические, но по протестантизму или там околопротестантизму там достаточно много. В том числе и успешный прошлогодний проект «Реформация 500» был размещен как раз в своей видеочасти на канале «Атриума». И на этом канале я бы особенно мог бы порекомендовать и диспут с католиками, хотя он достаточно продолжительный, но оно того стоит. Если вас эта тема интересует, действительно рекомендую посмотреть. Что касается неуязычества, здесь я могу упомянуть такой влог «Акзелу» и канал Александра Пантелеева «Рукопашный бой в условиях невесомости». На первом канале ролики, скажем так, небольшие, а на втором канале ролики, посвященные неуязычству, достаточно продолжительные и обстоятельные, поэтому можно выбрать в зависимости от ситуации, какой из них больше подойдет. К сожалению, оба канала давно не выпускали новые апологические видео. Я надеюсь, что они продолжат свою работу, но как бы то ни было, и то, что уже есть на этих каналах, по тематике неуязычества, на мой взгляд, заслуживает внимания. И последнее, что я упомяну, это канал миссионерского центра «Ставрос». Вообще, есть также несколько еще каналов, где можно найти материалы о политической тематике, но я их не упомянул, потому что, в общем-то, эти материалы, на мой взгляд, нельзя отнести к удачным, по крайней мере, в плане подачи, потому что там, если материал сводится к тому, что просто там говорящая голова полтора часа что-то вещает, то этот материал, его, может быть, можно использовать как-то в целях самообразования, но как апологистически его вряд ли можно использовать. И относительно канала центра «Ставрос», к сожалению, там такая же проблема. Основная масса материалов там – это видео лекции, выступлений. И все это, конечно, сильно проигрывает специально заточенным под конкретную тему апологетическим роликом, который можно найти на других каналах. Но все-таки материала на этом канале центра «Ставрос» очень много, и среди них есть действительно интересные вещи, поэтому я решил также его упомянуть. Хотя, на мой взгляд, ребятам из центра «Ставрос» стоило бы привести в порядок, хоть какой-то порядок свой канал, потому что там просто свалено видео в кучу. Между тем, как не так уж сложно сделать навигацию, допустим, тематическую, это бы сильно облегчило поиск для зрителей, ну и вообще сделало бы его более полезным. Ну, конечно, спасибо и за то, что есть. Вот, собственно, пять каналов, которые мне показались интересными в плане апологетического наполнения. Может быть, вы уже знали их, может быть, что-то для вас стало открытием. Если я пропустил какие-либо интересные православные апологетические каналы, то пишите в комментариях. Ну, вообще, конечно, хотелось бы, чтобы апологетических каналов на Ютубе с качественным контентом становилось бы все больше. Поэтому, если кто-то размышляет и колеблется, стоит или не стоит этим заниматься, на мой взгляд, стоит. Продолжение следует...